Приветствую всех. Сделать это видео я решил после того, как прочитал переписку под одним из моих видео. Там оппоненты спорили насчет того, как же самолеты могут летать, и конечно же летают, над шарообразной землей. Кто в итоге оказался прав, а кто нет в той переписке тоже не слишком важно. Важно лишь то, что эту тему на самом деле никто особо не затрагивал и не пробовал все это объяснить простым доступным языком. Поэтому я решил, пришло время наконец поставить точку в этом вопросе. Тем более, что я могу высказаться по этой теме не как очередной диванный эксперт, а как специалист, непосредственно работающий в этой сфере. Для тех, кто не в курсе, я авиационный инженер, моя специализация самолетная электроника, пилотажное и навигационное оборудование. Реальный опыт работы около 14 лет, также довольно часто летая в составе экипажа. Но хватит обо мне, давайте поговорим о вопросе, обозначенном в названии видео. Итак, собственно говоря, в чем у нас проблемы с формой земли? Проблема в том, что не все понимают, как такое возможно. Самолет летит над шарообразной землей, но летит при этом прямо, не опуская и не задирая нос самолета и не меняет высоту. Или как выражаются некоторые персонажи, почему самолет постоянно не подруливает, чтобы оставаться на одной высоте? Или другая версия этого же вопроса, почему самолет, летя строго прямо, не улетает при этом в космос? Ну что ж, давайте я попробую объяснить это максимально просто, без сложных терминов и формул. Скажу сразу, я инженер, а не педагог, поэтому если кто-то чего-то не поймет, я не виноват. Итак, поехали. Во-первых, у самолета есть всего два ориентира для полета, если не брать в расчет сам маршрут. Допустим, самолет летит просто прямо. И эти два ориентира, пространственное положение и высота. Тут нужны уточнения. Пространственное положение определяется относительно вертикали, то есть, проще говоря, направление вниз. На шарообразной земле это направление вниз разное в каждой точке, но при этом всегда направлено в одну точку, центр земли. Это если упрощенно. Поэтому это направление вниз я буду называть местной вертикалью. Местную вертикаль нам показывает авиагоризонт или гировертикаль. Не вдаваясь в технические подробности и устройства этих приборов, мы имеем информацию, где у нас вниз, в любой момент времени. Теперь пару слов о высоте. Высоту самолет вычисляет, получая информацию с датчиков атмосферного давления. Для тех, кто не в курсе, чем выше мы поднимаемся, тем ниже атмосферное давление. Высота, измеряемая по давлению, называется барометрической высотой. Думаю, этого пока достаточно, поэтому перейдем непосредственно к полету. И начнем с авиагоризонта. Допустим, самолету вздумалось лететь строго прямо в геометрическом смысле. Авиагоризонт постоянно отрабатывает положение местной вертикали, которая на шаре, как я уже сказал, в каждом месте своя. Допустим, пролетев 100 километров строго прямо, самолет сохранит свое пространственное положение, но при этом его местная вертикаль отклонится примерно на 1 градус. Авиагоризонт это покажет незамедлительно. Тут неважно, кто управляет самолетом, пилот или автопилот, такое отклонение будет постоянно компенсироваться, чтобы по приборам самолет продолжал находиться в горизонтальном положении относительно местной вертикали. Почему тогда никто не говорит, что самолет постоянно клюет носом вниз? Да потому, что такое маленькое отклонение на фоне других возмущений настолько мизерное, что его нет смысла пытаться выделить на фоне других. Если вспомнить размеры Земли, то даже при средней скорости полета 900 километров в час, отклонение будет около 1 десятой градуса за минуту полета. Человек не способен такое отклонение ни почувствовать, ни увидеть отдельно других отклонений и возмущений. Так что да, самолет все-таки подруливает, если объяснять совсем просто. Только такое мизерное подруливание, связанное именно с формой Земли, нереально заметить на фоне других манипуляций. Теперь про высоту. Атмосфера, как и Земля, имеет сфероподобную форму. Самолет, удерживая заданную высоту, ориентируется на слой воздуха с определенным давлением. Допустим, на высоте 10 километров давление в среднем примерно 200 миллиметров ртутного столба. И этот слой тоже сферический. Снова представим, что самолет пытается лететь строго прямо. Пролетев те же 10 километров по прямой, самолет перескочит на другой слой с меньшим давлением и покажет высоту примерно на 8 метров больше. Пилот или автопилот, что опять же не важно, воспринимает это как увеличение высоты и компенсирует это до тех пор, пока высота снова не станет заданной. Это можно представить как машину, едущую по многополосной дороге с плавным затяжным поворотом. Если пытаться ехать строго прямо в этом месте дороги, ты будешь пересекать одну полосу за другой. Ну и третий случай, отдельно от двух предыдущих. Допустим, у нас вообще нет ни высотомера, ни авиа горизонта. У нас есть только сам самолет со своими характеристиками аэродинамики и возможности двигателей. Допустим, это не какой-то истребитель, а обычный самолет с устойчивостью близкой к нейтральной. Он летит на определенной высоте. Без приборов и вообще без участия пилота он скорее всего будет стремиться лететь прямо. Пролетев какое-то расстояние, допустим 100 километров, он вылетит в слой атмосферы, который имеет давление и плотность ниже начального. Приборы показали бы в этом случае подъем примерно на 800 метров. Но у нас их нет и смотреть на них некому. Что произойдет в таком случае? Во-первых, более низкая плотность воздуха и фактически подъем на высоту означает уменьшение подъемной силы крыла и скорости самолета. Также уменьшится тяга двигателей, поскольку им нужен кислород для работы. Это приведет к еще большей потере скорости и в итоге к тому, что самолет начнет сам снижаться, куда при этом будет направлен нос самолета не так важно. Снижение, а потому и разгон, будет происходить до тех пор, пока скорость и подъемная сила не достигнут такого значения, что самолет перестанет снижаться или даже начнет набирать высоту и займет устойчивое положение по высоте и скорости. После этого самолет продолжит либо лететь строго по прямой, либо все будет повторяться снова. В итоге получается эдакий слава в пределах некоторого слоя воздуха. По той же причине самолет и в космос не улетает. Даже если включить полную тягу двигателем, достигнув определенной высоты, самолету из-за низкой плотности воздуха не хватит подъемной силы подниматься дальше. Хотя теоретически конечно можно, но нужна гораздо большая скорость. А где эту скорость взять, если двигателем уже не хватает кислорода для поддержания горения топлива, не говоря уже о выдаче хоть какой-то лишней тяги. Так что самолет, проще говоря, упирается в некоторый слой воздуха, который он уже не способен преодолеть чисто по техническим причинам. Это называется потолок. Многие наверняка уже слышали этот термин. В общем, подвожу итоги. Все приборы в самолете построены таким образом, что форма земли никак не влияет на пилотирование самолета. И в космос самолет не может вылететь потому, что ему для этого не хватит ни тяги, ни подъемной силы. И форма земли здесь опять же ни при чем. Надеюсь, после этого видео станет меньше людей, считающих шарообразную форму земли проблемой для авиации. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.